Всем привет! С вами Евгений Сулейманов. И сегодня мы рассмотрим решение сдачи RedCode номер 1038, которое имеет примерно следующее название «Преобразование бинарного дерева поиска в дерево с большей суммой». Что же это означает? По условиям задачи нам дан корень бинарного дерева поиска, и нам необходимо преобразовать это дерево в большее дерево таким образом, что каждый элемент оригинального бинарного дерева поиска заменяется на сумму этого элемента и плюс сумма всех элементов, которые больше, чем это значение в оригинальном дереве поиска. Нам дается несколько напоминаний. То есть первое, что бинарное дерево поиска — это дерево, которое удовлетворяет следующим констраинтам. Первое — это то, что левое поддерево от узла содержит только те элементы, чьи значения меньше, чем этот узел. Правое поддерево от узла содержит только те элементы, которые больше, чем этот узел. И также левое и правое поддеревья от этого узла сами по себе являются бинарными деревьями поиска. как это выглядит на примере то есть нам дается дерево такого вида то есть 4 1 6 5 7 8 и так далее и на выходе мы получаем 30 21 26 15 8 каким образом то есть это значит что все элементы которые находятся справа от четверки плюс значение четверки равно 30 проверяем то есть 4 плюс 6 10 плюс 5 15 плюс 7 22 плюс 8 30 все верно ну а слева равно получается от у единицы это вот 30 плюс плюс 1 31 плюс 2 плюс 3 равно 36 ну а слева элемент имеет сумму 0 плюс 36 поэтому будет 36 как мы можем подойти к решению данной задачи то есть мы в первую очередь понимаем что мы должны будем обойти все элементы нашего дерева так как нам необходимо будет грубо говоря погружаться вниз то мы будем обходить с помощью обхода дерева в глубину то есть dfs а так как нам нужно считать сумму и порядок нам не важен то лучше использовать рекурсивный алгоритм для обхода дерева потому что рекурсивный алгоритм работает быстрее соответственно понимаем что мы будем обходить дерево с помощью dfs рекурсивной имплементации и приплюсовывать сумму то есть какие-то вижу нас появится когда общая переменная сумма в которой мы будем хранить сумму всех элементов которые больше чем текущий элемент и постепенно будем прибавлять к значению элементов это суммы то есть мы например погружаемся вниз доходим до восьмерки проверяем что после него нет элементов сумма равна нулю мы к восьмерке приплюсовываем 0 заменяем сумму на эту на восьмерку и заменяем в элемент новым но так вот тут будет 0 и 8 в сумме 8 то сейчас сумма у нас стала 8 мы опять поднимаемся на уровень вверх к восьмерки приплюсовываем 7 получаем 15 заменяем 7 на 15 и сумма также на 15 поднялись наверх мы к 6 добавили 15 получили 21 заменили текущий элемент его суммой и потом уже проверяем слева есть что-то или нет в данном случае и 21 прибавили 5 как мы можем реализовать это в коде то есть соответственно у нас появляется какой-то метод под названием private например void calculate sum в котором будем передавать 3 node current node мы также могли передавать сумму но это не так удобно потому что нужно будет постоянно прокидывать поэтому появляется переменная private int sum равное нулю идем дальше то есть что мы делаем так нам необходимо условия выхода то есть если current node равен now то есть мы дошли до самого низа дерева то мы делаем просто return так у нас является войдовым методом после этого мы понимаем что нам нужно будет постоянно погружаться направо и вниз значит нам необходимо будет вызывать данный метод calculate sum для права элемента то есть я вызываю calculate sum для current node.write и будем делать так до тех пор пока не дойдем донизу когда мы дошли донизу мы говорим что сумма равна текущей сумме плюс значение current node current node точка вэл далее мы понимаем что мы должны теперь заменить как мы говорили ранее текущее значение суммы то есть current node точка вэл равно сам отлично теперь мы должны проверить если слева что-то от этого элемента то есть я вызываю calculate sum для current node.left и по такой же схеме мы пройдемся для нашего левого узла и в конце мы делаем выход из данного метода а теперь в клиентском коде мы должны вызвать calculate sum для рутового нода и вернуть этот рутовый нод давайте проверим что у нас получилось то есть мы создали переменную sum далее стали метод calculate sum который внутрь принимает ноду условием выхода из данного метода будет являться равенство текущего нода null после этого мы вызываем данный метод для правого нода чтобы пройти пройтись вправо и вниз далее мы увеличиваем нашу сумму заменяем текущий элемент на новую сумму после этого проходимся влево убедитесь там все хорошо и выходим из нашего алгоритма давайте попробуем выполнить данное решение смотрим что она отработала давайте пробуем засубмитить все отработало решение корректное сделаем небольшой анализ и так сложность алгоритма по времени является о от n где n это количество узлов а сложность по памяти так как мы используем курсивный алгоритм зависит от высоты дерева допустим это будет h на этом мы прощаемся с вами спасибо до новых встреч до новых встреч